Они построили вторую дорогу в дополнение к Лачинскому коридору, чтобы соединить Армению с Карабахом. Таким образом, они проложили этот путь, чтобы им было легче передвигаться для заселения Тильбаджара и других районов. Басар-Кичарский район в Армении, называется Вардениским. Но настоящее название этого района, Басар-Кичар, Ейчинский махал, это древняя азербайджанская земля. На территории Армении, Басар-Кичарский район был образован в 1930 году. Абсолютное большинство проживавших здесь людей были азербайджанцами. В том числе и жители села Зот были азербайджанцами, они были депортированы. Только в июне 1969 года Армения изменила название Басар-Кичарского района, Навар-Денис. В нашем лексиконе, следует употреблять название Басар-Кичар, а не Вар-Денис. Все другие древние азербайджанские поселения, расположенные на территории нынешней Армении, также должны носить свои истинные названия. Например, я слежу в прессе о нынешней напряженности на участке границы с Арменией в Нахчеване. Некоторые наши СМИ пишут, что в армянском селе Иерас, и вокруг него произошли какие-то события. Название этого села, Араздиен, до депортации в нем жили азербайджанцы. Поэтому, все древние, то есть исторические названия должны быть восстановлены. Что думаете вы, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр, до новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.